На этом занятии мы будем лепить с вами цыпленка. Для этого потребуется брусочек желтого пластилина, брусочек оранжевого или красного и небольшой кусочек черного. Брусок желтого пластилина мы делим на три равные части. Из них одна часть это будет голова и две части это туловище с крыльями. Так. Голову катаем в шар круговыми движениями. Так. Сразу же можно оформить голову. Берем оранжевый кусочек пластилина, катаем толстую короткую колбаску. Сгибаем ее пополам. Немножечко прижимаем между пальцами. Получается у нас такой вот открытый крювик утенка. Вот так. Сразу же делаем, оформляем глазки. Так. Туловище катаем в виде толстой морковки. Слегка зауженное. Ой, какое-то у нас туловище получилось длинное. Так как утенок еще маленький, у него туловище должно быть маленькое, но кругленькое. Такое забавное. Хвостик немножечко вот так приподнимаем ему. Методом примазывания от головы к туловищу прикрепляем голову. Чтобы она у нас не отваливалась, когда он будет ловить червячков. Так. Из оставшегося кусочка пластилина делаем крылья. Для этого надо скатать колбаску. Разделить ее пополам. Из каждой половинки скатать морковку толстую достаточно. И расплющить ее между ладонями или пальцами. Ой, какое большое крыло-то получилось у нашего утенка. Да, такое улетит в теплые края очень быстро. Ну что ж. Можно было бы, конечно, и поменьше сделать. Немножко примазать их, чтобы они не отвалились в районе грудки. А теперь мы сделаем оранжевые лапки. А для этого отламываем кусочек оранжевого пластилина. Делим его пополам. И с каждой половинки лепим морковку. Тонкая часть это для того, чтобы примазывать к туловищу. Более широкая часть это у нас будет лапка. Для этого нужно ее расплющить. И сделать два надреза. Чтобы лапка получилась удобная для плавания. Одна лапка. Теперь тоже самая морковка. Широкую часть расплющить. Сделать два надреза. Согнуть. Теперь нужно примазать лапки. Ой, какие у нас лапки получились большие. Но он еще и плавать будет у нас очень хорошо. Так как лапы у него получились обалденно большие. А сможет ли наш утенок стоять на этих лапах? Ну уж ходить-то точно сможет. Так, пластилин немножко остынет. Будет не такой гибкий, мягкий. Тогда он никуда не денется. Готово. Продолжение следует...